Вот эти медали у меня по колгобежьему спорту, вот это у меня по лыжному спорту, а все остальные у меня по легкой атлетике. Полки в комнате Леры Третьяковой ломятся от грамот и медалей. Семиклассница показывает успехи и в спорте, и в творчестве, а еще учится на пятерке, а в свободное время шьет ежиков и медвежат. Засыпать воспитанница детдома привыкла не одна об обнимку с плюшевым другом, но 14-летняя Лера очень хочет, чтобы семьей стал не бездушный тряпочный медведь, а настоящие родители. Маминой ласки и заботой в жизни девочке не было уже 10 лет. Ну вот она меня бросила, и я попала сначала в дом ребенка, с детской сад с ней ходила, а потом меня привезли в детский дом с 5 лет, котиков. Я еще раз живу 10 лет. Из неблагополучной семьи девочку забрали в дом малюнтки в 4 года, а затем она попала в детский дом. Здесь Леру отдали в секции, а еще девочка нашла друзей. Только вот сетуют Катю и Машу, скоро забирают в семьи, а значит близких в детском доме не останется. Но такими родными и очень близкими людьми для девочки могут стать родители. Анна Андрон, Вален Качатуров, ОТВ Ну а тему продолжим в студии. Бывают ситуации, когда детей в семье нет или хочется, чтобы были еще, а детям, конечно же, хочется в семью, к любящим маме, к любящим папе. Вот как взять в семью приемную дочь или приемного сына, об этом мы поговорим в нашей студии с начальником отдела опеки Комитета социальной политики Челябинска Светланой Селезневой. Доброе утро, Станна Александровна. Светлана Александровна, доброе утро. Скажите, пожалуйста, от кого чаще берут? Может быть, есть какая-то статистика ведется? Девочек, мальчиков? Доброе утро. Сложно ответить на этот вопрос, потому что кандидаты, которые желают взять в свою семью приемного ребенка, не выделяют особого предпочтения. Будь то это мальчик, будь то это девочка, они в первую очередь хотят взять на воспитание в свою семью ребенка. И чаще выделяют ограничения, такие как по возрасту, по состоянию здоровья. В данном случае мальчик это или девочка, но они заполняют особую анкету, и статистика показывает, что в данном случае либо это мальчик или девочка, неважно этот момент. А, Светлана Александровна, скажите, я где-то прочитал, что сейчас по новому закону братьев и сестер нельзя разделять в разные семьи? Это касается до какого-то возраста? Нет, это не касается возраста. Учитываем тот момент, если дети проживали длительное время друг с другом, общаются и в настоящее время проживают совместно в одном учреждении, то, конечно, мы стараемся таких детей не разделять в любом случае, чтобы они шли в семью, в замещающую семью вместе. А часто берут братьев и сестер? Бывают случаи, конечно, да. Мы знакомим кандидатов заранее, их уведомляем о том, что это ребенок имеет брата, сестру. Но это, скорее всего, реже все равно, да, нежели, допустим, одного ребенка? Ну, их и реже таких случаев, но в последнее время их чаще случаются. Бывают и по трое, и четверо детей. И кандидаты не боятся данного случая. Вот, Светлана Александровна, скажите, пожалуйста, это же абсолютно разные понятия, да, взять ребенка в опеку и усыновить или удочерить ребенка. Расскажите, в чем разница, потому что вроде... Конечно. Усыновление предполагает устройство в семью по типу биологического ребенка. То есть, когда ребенок обладает всеми правами собственного ребенка. Это касается и наследования имущества, и алиментных обязательств, если вдруг что-то случается. Также имеется возможность изменить фамилию, имя, отчество ребенка и даже дату рождения, если ребенок совсем маленький. Что касается опеки, то это временная форма устройства, и в данном случае она разделяется на два вида. Это безвозмездная опека. Чаще всего берут ее родственники, бабушки, дедушки, тети, дяди, детей. И возмездная форма опеки, это когда посторонние граждане берут в свою семью детей и получают за это определенное вознаграждение. А это вот на какой-то срок, вы говорите, да? Да, этот срок, это то есть до 18 лет до совершеннолетия. Ну а потом, что, допустим, происходит? Все равно же ребенок остается в семье потом? Ну, конечно, но ребенок все равно уже начинает жить самостоятельной жизнью. В случае, если он получает собственное жилье, отдельно начинает проживать от родителей. А вот, Светлана Александровна, скажите, пожалуйста, это же абсолютно разные процедуры, да? Нужно собирать абсолютно разные пакеты документов на то, чтобы ребенка усыновить, удочерить, да? Или взять под опеку. Вот под опеку взять проще, правильно? И по времени, мне кажется, это проще. По времени, да, усыновление происходит в любом случае в судебном порядке. Граждане собирают определенный пакет документов и подают исковое заявление в суд, и суд рассматривает. Опека же устанавливается на местном уровне с помощью распорядительного акта. Но точно так же существует пакет документов, и он чем-то схож при опеке и при усыновлении. Светлана Александровна, давайте поговорим об этих документах. Что это? Вот семья хочет взять, допустим, ребенка в семью. Это только пакет документов или нужно еще какие-то спецкурсы быть может проходить? Обязательно. В последнее время, да, да, это психологи, это особые случаи. Кандидаты в замещающие родители должны пройти в обязательном порядке школу приемного родителя. Очень замечательная школа, где в данной школе они узнают много особенностей, как вести себя с ребенком, как поступить в каких-то случаях. Данный курс длится порядка месяца. Граждане посещают занятия, затем готовится психологическое заключение. Органы опеки изучают данные заключения, дают какие-то рекомендации. Помимо школы приемного родителя, граждане должны предоставить справку об отсутствии судимости. Кандидат должен иметь постоянный заработок, место работы. Должны быть в его квартире созданы удовлетворительные условия для проживания ребенка. Ну вот, наверное, самые такие основные моменты. И еще не сказала о состоянии здоровья. Обязательно кандидат должен предоставить справку о состоянии здоровья. Станцент, сейчас, если можно, коротко ответ, потому что время заканчивается. Бывают такие случаи, что детей берут, потом возвращают. Но что-то не случилось, да? Вот эти люди могут потом еще раз взять ребенка или уже все? Если взял и вернул, табу. Ну, в данном случае каждый индивидуален рассматривается. Если просто освобождение от опеки, конечно, могут повторно взять. Если же это отстранение за ненадлежащее исполнение обязанностей, то, конечно, в данном случае они уже не имеют права. Спасибо вам большое. Спасибо большое. К сожалению, тема действительно очень большая. Время нашего эфира ограничено. Но я напомню, что в гостях у нас была начальника дела опеки Комитета социальной политики Челябинска.